Привет! Я подумала, что прежде чем рассказывать про наше второе путешествие в Израиль, лучше сначала, наконец-таки, сделать видео про первое. Первым нашим городом был Тель-Авир, и оттуда мы уехали в Нитанию. Именно здесь я когда-то снимала свое видео про Скитлс. Зацените, у нас в номере есть персональная лужайка. Посреди города у нас есть маленькая искусственная лужайка. Хорошая погода, плюс 27, красивые закаты. Но надолго мы там не остались, и на следующий день поехали в Хайфу. Здесь же я набрала листочки, которые до сих пор у меня лежат, и я все хочу из них что-нибудь сделать. Мы там были один день без ночевки, и хотели засветло вернуться в наш отель, но не успели. Да, это был второй раз, когда мы ощутили, как быстро садится солнце в Израиле. Первый раз был довольно давно, когда мы ездили в Тель-Авир с организованными экскурсиями, и мы возвращались с какой-то экскурсией вечером, и уже на пути к автобусам остановились сфотографироваться с красиво заходящим солнцем, сфотографировались, садимся в автобус, смотрим за окном автобуса, а на улице темно. Это просто вот оп, и свет выключили. То есть ты вроде только что был на улице, только что там было светло, ты зашел всего лишь в автобус, а все, темно, тень, и ничего не видно. Это очень быстро происходит. Потом нас ждал долгий переезд на Мертвое море. Туда можно добраться довольно быстро через палестинские территории, но учитывая, что ни одна страховка там не действует, учитывая напряженную ситуацию там, и что каждый второй мужчина находится автоматами, мы решили объехать эту территорию. Израиль летом — это сплошная выжженная земля. Чем больше мы спускались на юг, тем жарче становилось. Мертвое море находится ниже уровня моря, и поэтому получается, что оно как будто окружено горами, и чтобы к ним подъехать, нужно спуститься с этих гор, и пока ты с них спускаешься, у тебя аж уши закладывает. По дороге была смотровая площадка. Я хотела сесть на каменный бордюрчик, чтобы сфотографироваться, только вот я была в коротких шортах, а на солнце было плюс 40, и когда я села, я тут же вскочила с ощущением, что часть кожи моей осталась на этом каменном бордюрчике. Ещё мы по дороге заехали в Макдональдс, но там было дорого и невкусно. Летом в районе Мёртвого моря жара невероятная. После этого путешествия у меня напрочь изменилось представление о том, что такое действительно жарко. Мы жили около Массады, в такая историческая крепость на горе, на которую можно подняться либо на фуникулёре, либо по замене тропе пешком. И самое крутое, это подниматься туда рано-рано с утра, чтобы с горы встретить рассвет, потому что говорят, что на Мёртвом море они необыкновенные, за счёт того, что от воды и минералов солей идут какие-то особые испарения, и солнце по-другому видно. Но мы, к сожалению, не поднимались, потому что на следующий день нас ждала долгая дорога дальше. Так вот, где мы жили? Отель располагается у подножья горы, и лично мне напоминает военную базу, потому что он такой квадратный, несколько уровней, и по цвету сливается с горами. Но вообще у меня было ощущение, что мы на Марсе. Вечером солнце окрашивает всё прозовые цвета, и пейзаж просто невероятный. А ещё там будет горячейный ветер. Он горячее, чем мой фен. Он прямо обжигает лицо, и вечером, когда я помыла голову, я просто вышла на балкон, так вот я её потрясла, и минут через 10 волосы были сухие. Это что-то не темное. И ещё там был забор, который тоже почему-то вызывал у меня ассоциации с космосом. У меня, в принципе, в этом месте было состояние внутренней тревоги, потому что вот эти вот ассоциации, с одной стороны, с космосом, с космической базой какой-то, с другой стороны, с чем-то военным, они, мне кажется, как-то давили на меня, и мне было действительно неспокойно. Плюс ещё Палестина рядом, а этот отель выглядит как военная база. Да. А ещё вечером, когда солнце село, военные самолёты летали туда-сюда, и это всё как-то так давило на меня, и мне было действительно неспокойно. А на противоположном берегу моря зажглись огни и ордания, и это было очень красиво и, наверное, успокоило меня. На утро я проснулась всё равно рано, чтобы встретить рассвет. Ну, точнее, как проснулась у меня тогда, да и сейчас, есть проблемы с будильником, я думаю, это многим знакомо. Я просто на автомате его выключаю и благополучно продолжаю спать. И вот, чтобы в то утро не проспать, я решила, что если я поменяю звук в своём будильнике, то я его начну воспринимать, выключу и проснусь. Но нет, ничего подобного. Я помню прекрасно, как я проснулась, услышала этот будильник, подумала, что это не мой будильник, и вообще, кто это тут себе позволяет так рано включать какие-то звуки, продолжила спать. Спасибо папе, которая всё-таки меня разбудила, потому что будильник разбудил всех, кроме меня. Кстати, пока солнце не стало, там можно спокойно находиться и дышать, потому что уже к 9 часам градусник показывает 35 градусов жары. Днём мы хотели съездить выше по Мёртвому морю, но там дорога была перекрыта, потому что она обрушилась из-за обвалов грунта. А дальше нас ждал путь на юг Израиля в Эллад. Направляйтесь на запад, затем поверните налево. Поверните налево. Продолжайте движение. Мы по пути сделали остановку. Я в магазине увидела любимую шоколадку, но... Дорога — это сплошная пустыня. Самый Эллад мы не видели, поэтому я про него пока ничего не могу сказать на этот момент. А вот в следующем видео про Эллад я уже больше расскажу вам. И мы просто ездили на пляж на Красное море. Там же рыбы. Идетание. Игра — это на Epic jakieś. Игра — это. Игра — это в интернете. Игра — это любую тучку. Мы вернулись к Средиземному морю, чтобы в последний раз искупаться. Батьям, по-моему, это было. И там было плюс 27. И для нас это было очень холодно. Когда мы вышли из воды, мы закутались в полотенце, стали вытираться. А люди такие лежат, им хорошо, они на солнышке греются. Но после 40-50 градусов, 27 кажется прохладным ветерком. Вот такое у нас было путешествие в Израиль. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если есть вопросы, задавайте. Если есть пожелания, пишите. Но я вас вот так сильно люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok